здравствуйте зрители и подписчики сегодня меняю фильтр топливный рено канго 2011 год полтора литра 66 киловатт двигатель так что я уже сделал ослабляем вот этот болт гайку крепление фильтра теперь он у нас свободно в так доступе далее снимаем трубку о выхода топлива за ней у нас выворачивается подогрев топлива я уже его выверну и вытащил так подогрев топлива доставать надо аккуратно так как он на резиновой шайбе сидит плотно чтобы не сломать надо аккуратно вытаскивать перед этим я вытащил вот ёршика крепление кабеля чтобы свободно он шатался так как разъем этот не знаю как его снять пытался не разнимается видно не снимался никогда далее вытаскиваем аккуратно сам подогрев топлива максимально освободил кабель достаем его вот такой у нас агрегат на подогрев топлива идет него отлаживаем аккуратно в сторонку чтобы не замазать вот вроде бы аккуратно лежит так далее снимаем вход на топливо на фильтре снимается он просто сбоку две зеленые кнопки вот эти вот сжимаем из двух сторон и путем проворачивания аккуратного снимаем вход перед тем как снять вход ручной насос подкачки я высвободил также скрепление далее далее снимаем сам старый фильтр так как он полный топлива дизельного аккуратно снимайте чтобы особо не проливалась хотя пролитое топливо на болты и гайки не дает им ржаветь аккуратно снял фильтр я вот он старый фильтр такой фильтр порт люкс ф кс 752 такой же вот новый купил я убираем снизу картонную такую шайбу картонную такую шайбу так далее собираем все в обратном порядке вставляем новый фильтр на место новый фильтр на место становится легко плотненько так далее смашиваем диз топливом со старого фильтра вход чтобы хорошо налез без закусываний надеваем трубку входа немного ее пошевелить со стороны в сторону чтобы кольцо на место хорошо стало открываем заглушку на подогрев фильтра убираем ее в сторонку далее вставляем подогрев фильтра на место также смочим кольцо уплотнительно соляркой дизельным топливом также еще одно кольцо стоит внутри фильтра тоже его смачиваем вставляем далее датчик прижимая его сверху и понемногу упихивая в отверстие так датчик встал на место поворачиваем его по часовой стрелке обратно вот он у нас закрепился встал на место все нормально далее снимаем пробку выхода такая заглушечка так смотрим все нормально чтобы было у нас чисто и аккуратно смазываем выход трубку надеваем на место так встало на место все нормально дальнейшие действия у нас будут такие откручиваем клапан вставления воздуха и накачиваем топливо ставим на место ручной насос насос ручной подкачки там темно не видно особенно ну вот он стал подкачиваем до тех пор покуда не выгоним весь воздух с фильтра и у нас топливо не пойдет с отверстия так как фильтр пол литра где-то объемом занимает ну вот пошло у нас топливо завинчиваем завинчиваем отверстие для стравливания воздуха далее зажимаем крепление фильтра не забываем фильтр я менял после 30 тысяч пробега ну вот почти зажал уже все фильтр стоит на месте у нас менял его после 30 тысяч пробега фильтр порфлюкс производство производство у нас в ланце плохо видно резкости нету снимаю на фотоаппарат камеры не имею ставим на старый фильтр заглушки чтобы не пролилось ничего аккуратно все поставили старые фильтры я собираю топливные так как хочу сделать емкость для топлива и поставить на него два фильтра уже имеются после замены у меня и буду бак уже с емкости сборщики какой нибудь или чего нибудь с канистры путем накатки давления буду как на заправке заправлять топливо но оно будет проходит еще дополнительно через два фильтра и фильтроваться лишним думаю не будет ну вот фильтр стоит на месте все закреплено крепим обратно провод такой вот ершик у нас в отверстие вставляется все закреплено все на месте датчик подогрев стоит все трубки держатся все держится нормально топлива прокачал на этом будем заканчивать всем спасибо за просмотр смотрите мои новые видео может кому будут полезными до свидания до свидания